Сыны Божьи А почему мы должны утверждать, что в книге Иова это ангелы пришли? Сыны Божьи пришли пред лицо Божье. Между ними пришел и Сатана. Разве Сатана среди людей не может прийти? Может прийти. Поэтому в общем-то логически здесь мышление автора неправильное. Но я скажу, братья, мое мнение по первому и по второму случаю. Убежден, что в книге Бытие Сыны Божьи, которые приходили к дочерям человеческим, это были люди. Я в этом убежден. Потому что от этой связи рождались дети. Совершенно не допускаю мысль, что от связи ангела с человеком мог родиться ребенок. То есть это были люди. Что же это были за люди? Но есть такое мнение довольно распространенное. И я в общем-то где-то и допускаю, что это мнение возможно истинно. То есть неубежденно допускаю, что Сыны Божьи это потомки Сифа. Входили к дочерям человеческим, в смысле к потомкам Каина. И рождались люди исполины. Ну почему исполины, друзья? В общем-то, ну я слышал такое, например, мнение, что Божие с человеческим часто получается довольно ярко. Например, когда церковь соединяется с миром, то это может выглядеть довольно ярко, но противно Святому Духу. Ну, например, когда как по-мирски одеваются, или стиль богослужения мирской, там музыка и все, и украшения в доме молитвы. Это смотрится довольно ярко, но противно Святому Духу. Друзья, ну в общем-то это, думаю, что не трудно утверждать, что это очень фундаментальный взгляд. Но я больше, братья, скажу вот как. Сыны Божьи это люди, которые верили в живого Бога и поклонялись живому Богу. Начали входить к дочерям человеческим, понимая, что это было отступление. Кто такие сыны Божьи, друзья? Сыны Божьи, я уже сказал, что это люди, которые верили в живого Бога и поклонялись живому Богу. Хотя они могли быть не потомками Сифа. То есть независимо от происхождения, вот под словом Сыны Божьи можно понимать людей, которые верили в Бога и служили Богу. Дочери человеческие это те, которые не поклонялись живому Богу. То есть я слышал ответ на этот вопрос одного специалиста по догматике, это у нас в Совете Церкви, преподавал из Германии один доктор богословия, вот 70-летний пожилой человек, он 20 лет преподавал догматику в Академии в Германии. Он сказал так, я считаю, что среди потомков Каина могли быть люди, которые верили в Бога, и среди потомков Сифа могли быть люди, которые не верили в Бога, и нельзя было бы их считать сынами Божьими. Ну вот таким вот образом. В отношении книги Иова, я думаю, друзья, что Сыны Божьи, которые представили перед лицом Божьим, все-таки это были не люди, это были ангелы. Почему так, я считаю. Потому что в книге Иова о Сынах Божьих еще есть упоминание. В 38-й главе книги Иова там написано, что при общем ликовании утренних звезд, когда Бог полагал основание земли, при общем ликовании утренних звезд, когда Сыны Божьи восклицали от радости. Ясно, что это были не люди, это были ангелы, потому что Адам еще не был в то время сотворен. Ну вот такое мое мнение на этот счет. Во 2 Петра 2.4 Ангелы заключены. Что это за ангелы и за что они заключены и где? Значит, друзья, ангелы, не сохранившие своего достоинства. То есть это те ангелы, которые вместе с Люцифером, с Сатаной, с Хирвимом осенящим восстали против Бога. То есть они стали бесами, злыми духами, они заключены в преисподнюю. Часть ангелов в воздухе и в людях бесноватые люди бывают, но абсолютная большая их часть заключены, написано, в темнице. Они будут выпущены на свободу в дни великой скорби. Это звезда, которая упала с неба, у которой был ключ от кладезя бездны, она оттворила кладезь бездны, и оттуда вышла саранча. То есть будет оттворена преисподня или бездна, врата темницы, и бесы оттуда выйдут и будут мучить людей. Это одно из страшных, самых сильных мучений в дни великой скорби. Когда миллиарды бесов будут наполнять планету. А сегодня они заключены. Сегодня только ограниченное количество их в воздухе. Продолжение следует...